Всем привет, друзья! Вы на канале Монетомания и сегодня вы увидите серебряную монету Дукач совместно с каналом Alex Avers. Он расскажет про эту монетку, довольно интересная для инвестиций. Смотрите видео. Красота! Да, вот 25 копеек 1878 года. Дукач, его кто-то носил, наверное, на цепочке, да? Серебро. На ниточке. На ниточке. Да, потому что цепочка бы терла, ну, цепочка, она же рельефная, она бы терла ушко. А ниточка, веревочка, ну, то есть материал, который проходил через ушко, он мягче самого ушка, потому что если бы он был из плотного материала, могли бы перетираться там и так далее. Или цепочка перетиралась, или ушко. Что можно сказать по этой монетке в целом? Ну, вообще, на мой взгляд, самая интересная монета, как монета, как номинал, 25 копеек. У американцев квотер у нас, ну, 25, даже в современной Украине, нумизматики, есть тоже 25 копеечная монетка. Мне очень... Какой тираж у этих 25 копеек? Ну, у этих большой достаточно, это 78-й год, они очень частые. Это 25-й год, 77-го, 78-го, а вот 76-й, 79-й уже там R-ки идут, они очень редкие, потому что... Ну, то есть миллионные, да, тиражы? Да, здесь миллионные, ну, там, я не помню, 5-6 миллионов. У рублей, по крайней мере, такой тираж, у этих точно не могу сказать без каталога, не помню просто. Гурт здесь какой? Гурт пунктирный, очень красивый пунктирный гурт, серебро здесь 750-я проба, это не билон, не низкопробное серебро, а достаточно, ну, хорошее серебро. И оно прогурчено пунктирное, такой, ну, скажем так, внутри основания гурта, такие как шипчики, его прокатывали, пробивали. А вот здесь какая-то патина черная, пожар, это пожар был или что за патина? Нет, это обычная, стандартная, родная, красивая патина, да, ну, точечка, точечка, не знаю, какая-то, может, коррозия. Не будешь ты ее снимать, чистить? Нет, 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 это родная, да, вот можем перевернуть, посмотреть, а вот здесь, что с обратной стороны, почему она желтая? Как-то ее мыли? Потому что, потому что это позолото. Позолото? Да, друзья, это позолото. Дукач, Дукач, он разные, как бы, по сословиям там носили, допустим, более богатые носили золотые монеты. А более, ну, скажем так, низшие сословия, у которых были там в обиходе серебряные монеты, они их могли максимально вот позолотить, удорожить. То есть в те времена этот Дукач кто-то позолотил? Да, да, ну, как бы, его не выдавали за, ну, просто, чтобы смотрелся более красивее, более богато, извините, конечно. Понятно, да? Я думаю, другие монеты были не позолочены. Вот эти вот, просто это конкретно, человек под Дукач свим. Это конкретно, полтина, у меня был рубль позолоченный, я в обзоре когда-то показывал, да, то есть рубли, полтины, очень часто делали позолоту. Была двухсторонняя позолота. А тут односторонняя, получается? Ну, здесь односторонняя, ну, вот так, может быть, человек захотел, так именно, носил только с этой стороны, носил орлом, понятное дело, да? Потому что, ну, он не с две стороны, вот, именно одевал, и орел для него как-то... Весомнее было. Ну, здесь какой-то есть знак на... И знак, да, я тоже увидел, вот какое-то, какое-то клеймо мастера, возможно, или, ну, звезда там, да? Хотя это не звезда, опять же. А с другой стороны такого нету? Нет, здесь нет, с этой стороны. А это серебряное ушко? Нет, это не серебряное. А с чего такие? Это латунь-бронза. Ага, то есть она в... Припаивали его, конечно, к серебру, там, не знаю, ну, особый какой-то химический способ, но оно держится достаточно прочно, и ювелиры его, если снимают, то есть, ну, невозможно идеально снять так, чтобы осталось хорошее поле монеты. Ну, опять же, монета сама по себе интересная, потому что номинал интересный. Вообще, есть такое, что монеты некоторые реставрируют, снимаются с ушка и пытаются, как говорится, спрятать, запасенную. Спрятать, выдать, ну, я, допустим, это увижу. Важно всегда смотреть на гурт, то есть, когда покупаете редкую монету, дорогую, особенно... Причем на гурт на 12 часов. Есть такое понятие в нумизматике, вот это 12, это 3, это 6, это 9 часов. Вот кто-то выставляет монету вот так, допустим, фронтальная съемка, а вам что-то не нравится на 12 часов, вы говорите, а можно фото гурта на 12 часов попросить? И человек должен поставить вот так монету, сфотографировать и предоставить вам снимок в этой области, но без ушка. И вы тогда поймете, снималась с ушка она или нет. Как правило, очень редко там реставраторы хорошо ее могут снять с ушка или ювелиры. Вот так, друзья. Так что не совершайте ошибки. Надеюсь, видео вам нравится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Лехи, они очень нужны. Или Алексею, или Алексу, не знаю, как вы общаетесь. Просто в портовый коллекционер. Прекрасно. Окей, спасибо.